Здорово, пацаны! Всех с наступившим Новым Годом! Сегодня Рождество, 7 января. И у нас на обзоре замечательный китайский автомобиль Charo Amulet. Прошу! Этот автомобиль отличный вариант для начинающего водителя, для студента и для таксиста. В совокупности, относительно неплохого качества и очень низкой цены, делает этот автомобиль конкурирующим с АвтоВАЗом. Но, если сравнивать его с АвтоВАЗом, то этот автомобиль гораздо лучше. Потому что комплектация у этого автомобиля более богатая, чем у наших отечественных автомобилей за эту же цену. И качество, на самом деле, тоже достаточно неплохое. Этот автомобиль 2007 года. Все очаги коррозии, которые на нем есть, они существуют достаточно долго. И они до сих пор не превратились в дыры на этом кузове. Хотя за этим автомобилем уход недостаточно хороший, скажем так. Он до сих пор не сгнил. Кузов этого автомобиля был слизан с Seata Toledo. Правильно я говорю? Правильно я говорю. Который, в свою очередь, был слизан с Volkswagen Jetta. За счет этого китайцы сэкономили на производстве этого автомобиля. Также они сэкономили при производстве двигателя на этот автомобиль. Двигатель этого автомобиля слизан с Mitsubishi Lancer 9. А с чего же коробка, подумайте вы? Коробка на этом автомобиле с Golf 3. Очень удивительное сочетание. Коробка от Golf, кузов также от Volkswagen, скажем так. И мотор от Lancer. В общем, китайцы взяли все самое лучшее из всех производителей. Объединили это все в этом автомобиле. Но в более дешевом исполнении. За счет этого цена на этот автомобиль гораздо меньше, чем на его аналоге. Посмотрим салон. Не будем смотреть с этой стороны. Посмотрим здесь. Салон у этого автомобиля достаточно простой. Конечно, выполнен из дешевых материалов. Но при этом в этой машине есть все необходимое. Здесь есть 4 электростеклоподъемника. Центральный замок, правильно? Правильно. Электрорегулировка зеркал. Которая здесь до сих пор работает. Как ни странно. На русских машинах бы она уже навернулась. Подушки безопасности есть. Кондиционер есть. Крутой является багажник в этой машине. Е-мое! Сюда можно поместить не одного человека, а целых двух. Кузова у этой машины лифтбэк. Большая дверь, которая как бы внешне на автомобиле седан, открывается как на хэтчбэке. То есть вместе с задним стеклом. Что дает вам удобство при погрузке каких-то габаритных грузов сюда. Эта дверь появилась здесь раньше, чем на Шкоде Октаве. Хотя они презентовали, что это инновации в автомобилестроении. Здесь она появилась раньше, потому что Chery Amulet выпускается с 2003 года. Для других рынков России, если не ошибаюсь, он появился в 2005. С большой дверью в эту машину пришли, конечно, проблемы. Это вот эти газовые упоры. Газовые упоры здесь достаточно мощные, но из-за большого веса багажника они очень быстро выходят из строя. Поэтому если я сейчас отпущу крышку багажника, то багажник просто упадет. Поэтому мы его ловим. За багажником закончили. По коррозии, значит, смотрите. Вот эти вот места на этой машине были в таком состоянии примерно еще в 2014 году. Сейчас 2020. Особо внешний вид их не изменился. Что говорит о том, что все-таки не так сильно эта машина гниет, как наш АвтоВАЗ и тем более Волга и УАЗики. Кстати, по приколу, здесь стекла Хук стоят, Хуговские. Это фирма, которая делает поддельные, скажем так, китайские стекла все машины. А здесь они оригинальные. Chery, оригинальное стекло Хук. Люди, когда автоподборщики смотрят машину, они смотрят, чтобы были не Хуговские, не китайские стекла. С этой машины не прокачат. Так, подальше проблемное место. Желтеющие фары на этих машинах. С ними ничего не сделать. Как бы так оно и есть. Бампера. На морозе трескаются. Пластик очень дешевый. Ну, они стоят, в принципе, не так уж и дорого. Теперь заглянем под капот этого автомобиля. Подставка, которая, в принципе, целесообразна здесь, потому что капот достаточно тяжелый, тоже большой объемный. На что братьте внимание? Стаканы. Ухода не было, обработки тоже. Абсолютно все целы, никакой ржавчины, никаких пузырей. Как на наших отечественных четырках, пятнашках, десятках, приорах и так далее. Этот стакан также целый. Это отпечаток происхождения данного автомобиля. То есть, этот автомобиль имеет корни фольксвагеновские. Вот это аналогичный мотор Lanser 9 с минимальными изменениями. Генератор расположен высоко, поэтому шанс попадения воды в него минимален. Коробку эту, если оригинальную выкинуть, но оставить колокол от нее. Но и к этому колоколу отлично прикручивается коробка от фольксвагена Гольф 3. Как от бензина, так и от дизельного, в принципе. У этого автомобиля присутствуют проблемы по электропроводке. То есть, провода слабоватые. Вот очень много здесь видно, что уже провода менялись, врезались, впаивались и так далее. Ну, китайцы, да, действительно в этом месте сэкономили. И провода достаточно тонкие получились у них. Очень часто страдают фишки, которые надеваются на датчики. Сами провода, все контактики и так далее. Поэтому бывает такое, что вы утром заводите автомобиль, стартер крутит, машина не заводится. И вам приходится открывать капот и дергать все фишки, все датчики вот эти. А пока вы не найдете искру в этом автомобиле, и еще ни один из владельцев этой машины точно не определил, за какого именно датчика это происходит. Поэтому, чтобы завести машину, надо подергать их все. Здесь закончили. Так, ну что, будем дергать датчики или не будем? Нет, датчики нам сегодня дергать не придется. Поехали. Ламборджини отдыхает. Первое ощущение. Трогаешься, как на родной. С учетом того, что я после автомата на механике сейчас очень редко езжу. После автомата я сел и спокойно поехал. Включаем фары. Все, мы едем. Так, сейчас мы доберемся до трассы. И попробуем замерить ее разгон до 100. Не обещаю разгона, как у Формула-1. Вот, сейчас Миша зайдет в свой телефон и посмотрит, какой разгон до сотки у Priora. Наш на циклапанном моторе. Ну, едь, что ты, судоро. Боятся китайцы, наверное, люди. Значит, у Priora мы посмотрели разгон до 14 секунд. Ну, в районе там написано от 10 до 14, до сотки. Ну, это понятно, что в идеальных условиях у идеальной Priora. То есть, ну, я думаю, Priora в таком примерно состоянии, как эта Cherry. Будет разгоняться секунд 15-16, а может быть даже и больше. Сейчас доедем до поворота. Я тут знаю местность. Оттуда и стартанем. Попробуем разогнать ее до 100, хотя бы примерно. Но, опять же, машина не новая, машина не моя, резина зимняя. В общем, идеальных условий нет. Ну, секунд на 16, надеюсь, выйдем. Сейчас попробуем разгон до сотки. Выехали специально на участок дороги, где, ну, по крайней мере, есть шанс это сделать. Мишаня замеряет разгон. Пока телефоном обычно специальных устройств у нас нету. Тачка нормальная, на самом деле. Вот только садишься, сразу поехал. Особенно вот после автомата. Я, честно сказать, даже как будто на ней всю жизнь ездил. Да, очень удобная машина. Очень приятный меховой руль. Так, отъедем. Там есть у нас полоса. На которой можно заморочиться по разгону до сотки. Так, резину греть не будем. А то все шипы вылетят, наверное. Резина дорогая. Да, резина дорогая. Стоит столько же, сколько... Сколько машина у Михалыча. Так, ну что, мы на прямой. Готов, Миш, замеряем. Давай. Давай. Раз, два, три. Плохо стартанул. Очень. Короче, мы разогнались до сотки. Ну, что-то было раньше. Было раньше, да. Ну, где-то секунд. В районе семнадцати. В районе семнадцати вышло. Нет. Вышло в районе семнадцати секунд. Разгон до сотки у нас. Ну, учтем, что резина здесь, во-первых, нестандартного размера. Она больше, чем стандартная. То есть, может быть, мы не сотку шли, а больше. И все-таки она тяжелая, зимняя резина. И машина, я стартанул очень плохо, на самом деле. Мы до этого тоже пробовали. Я стартовал, конечно, повеселее. Сейчас что-то слабенько. Ну что, прокатившись на этой машине, хотелось бы сказать, что мы сравним эту машину с автовазом, прежде всего. Потому что ценовая категория и годы выпуска примерно соответствуют у тех и у этих. Эта машина гораздо лучше, чем автоваз. Если говорить о шумоизоляции, то здесь ее практически нет. Но по сравнению с автовазом она здесь есть. В автовазе шумка хуже гораздо. С управляемостью, если... Управляемость, в принципе, здесь неплохая. Не сказать, что намного лучше автовазовской. Но лучше. Мало автовазовских машин 2007 года, у которых есть АБС, гидроусилитель руля, например. Те же четыре электростеклоподъемника взять. На каком автовазе есть? На единичных случаях. А кондиционер? Кондиционеры на 2007 году, приори или колине, идут только в максимальной комплектации. Здесь практически на всех комплектациях есть кондиционер. И на всех комплектациях здесь стоит четыре стеклоподъемника. Да, электрорегулировка зеркал не на всех. Цена на запчасти на эту машину достаточно неплохая. Найти запчасти без проблем. Если чего-то нет в наличии, то есть либо аналоги какие-то, которые подходят с других машин, либо под заказ, в принципе, их быстро очень привозят. Внешний вид? Ну, не знаю. Как вам? По-моему... Ну, представьте сейчас рядом с ней десятку. Или пятнашку. Что бы вы выбрали сами? Выбор за вами. Я не буду говорить. Не буду говорить, берите это, зачем вам АвтоВАЗ. Смотрите, рассмотрите их как вариант. Попробуйте на них прокатиться. И вы поймете сразу, что это лучше. Кстати, по поводу выбора этих машин. Если вы надумали брать такую машину, при осмотре внешнем обязательно загляньте под капот на датчик давления масла. Если с него снята фишка, то значит давление масла отсутствует, скажем так. Есть такая уловка у перекупов. Когда фишка снята, датчик работает, как будто все в порядке. То есть при повороте ключа на зажигание он загорается, когда вы машину заводите, он тухнет. Если скинуть фишку здесь, то он будет работать так, как будто все хорошо. По кузову. В первую очередь смотрите силовые конструкции. Ржавенькая машина, она проездит под вами еще лет 5 и не сгниет до дыр. А если вы будете еще немножко ухаживать, обрабатывать сенкарем, там подкрашивать, то она проходит и дольше. Еще ваши дети смогут ее добить за вами, если у них хватит на это сил. Машина достаточно прикольная на самом деле. Если выбирал бы я между Автовазом и вот этой, я бы выбрал скорее всего вот эту. В ценовой категории до 100 тысяч мало конкурентов у нее. А вам спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Те, кто уже подписан, проверьте, стоит ли у вас колокольчик. Потому что последнее видео посмотрела половина подписчиков. Значит, вторая половина не увидела оповещение. А если вы не увидели оповещение, значит, у вас не стоит колокольчик. Это в хорошем смысле. Ну а на сегодня все. И всем пока. Хорош. Ну что, поехали, Миш. Пришла пора шевелить датчики. Это то, о чем я говорил. Скидываем клемму. Миша слабенько шевелит. Вот эти датчики, ребят, смотрите, если что. Вот здесь вот фишки, эти соединения лямбда-зондов. Они бывают барахлят. Так. Ну что, пробуй, Миш. Хорош. Ну что? Что мы еще пошевелим? Китайское чудо. А что это за провод? А, это ненужное. Давай, заводи. Хорош. Короче, потемнело уже. Точнее, темнеет он. Луна на небе. Но мы ее завели. Ну, как положено. Пошевелили датчики. И она поехала. Теперь поговорим... Нет. Теперь заглянем... Да идите нахуй отсюда.